За время оккупации армянские варвары превратили наши прекрасные города и села в руины. Они также переименовали старые азербайджанские названия сел и городов в армянские. В результате 44-дневной отечественной войны азербайджанская армия восстановила территориальную целостность страны, положила конец оккупации. Следующий шаг – очистка карт от армянских незаконных названий исторических азербайджанских земель. И что должны делать азербайджанцы для этого? На этот вопрос автор статьи, опубликованной на сайте азербайджанского информагентства Туран, попытался найти ответ. В мировом картографическом сервисе Google Maps находящиеся в Карабахе населенные пункты, данные в армянском и азербайджанском названиях – Физолей, Варанда, Зангелан, Губадлы, Кашадак, Лачин, Бердзор и т.д. Все это вызывает негодование азербайджанцев и особенно после победы в Отечественной войне 2020 года. Двойные названия также путают гостей Азербайджана и туристов, которые могут ошибочно называть населенный пункт армянским названием, вызывая раздражение местного азербайджанского населения, отмечается в статье. Автор указывает, что в 2015 году Госкомитет по земле и картографии был ликвидирован. Его функции разделены между Госкомитетом по вопросам имущества Минэкологии и Госпогранслужбы. Все, что связано с картами, передано Минэкологии природных ресурсов, где проблемой карт занимается общество с ограниченной ответственностью, геодезия и кардография. На вопрос Туран его директор Назимисмайлов сказал, что в 2020 году его ведомство подготовило и передало в МИД все карты Азербайджана с законными названиями. Далее, проблемой использования в Google Map армянских топонимов занимается внешнеполитическое ведомство страны. Руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдулаева в беседе с Туран признала проблему двойных названий населенных пунктов Азербайджана в Нагорном Карабахе. Она просила направлять в пресс-службу МИД линки виртуальных карт, где применяются только армянские названия. МИД много лет направляет письменные протесты в Google и другие виртуальные ресурсы, требуя прекратить использование иностранных названий и алфавита на картах Азербайджана. Наши усилия не всегда приносят пользу, так как Google это не правительственная компания. Американская транснациональная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc., учитывает запросы потребителей. В Азербайджане проживает армянское население, поэтому Google Map оставляет армянские топонимы на изготовленных компанией-картах Азербайджана. МИД продолжает деятельность в этом направлении, но для того, чтобы армянские названия оттуда исчезли, в Google необходимо направлять как можно больше индивидуальных обращений от граждан Азербайджана, чтобы эта американская компания видела разницу между количеством азербайджанских и армянских пользователей. Истала применять только азербайджанские названия, сказала Лила Абдуллайва.